Всем привет, дамы и господа, с вами Крестоносец, и сегодня мы продолжаем цикл видео из мультиплеера Soulstorm, а ваше внимание предлагаю бой 3х3 за Космодесант, поехали! Тоже недавнее сражение относительно древней старины, карта Таргорум, мой ник Зумер, со мной в команде попали случайным образом чувак с непроизносимым ником, будем называть его просто Энге за случайную расу, сейчас глянем кто ему там выпал, Новоматик за сестер, Энге за орков, Ревенант за некров, Трайапка за гвардию и некий Хаторол за хаос, сразу видите, быстро стоят казармы, под рабским трудом, все это делает, не случайно акцентирую внимание именно на нем, И делает он рапторов, находится он в общем-то напротив меня, думаю, вы понимаете, что он там пытается сделать, он хочет сразу быстро перепрыгнуть и этими рапторами зарашить того, кто находится напротив него И этот кто-то был и я, вот так вот мне не повезло, я начал как раз играть здесь через течь, думаю, далеко я нахожусь, сыграю лучше через самолеты, через глайдеры, через бурю, через обычные По-быстрому, потому что они мобильные, могут быстро уйти из-под огня и нанести довольно серьезный урон, думаю, что вряд ли будет атака сюда, но я точно не знал, во-первых, здесь мог быть некор и он мог Пиндюрить турель, вот в этом вот месте, да, в принципе, и Хасид мог туда ее поставить, но это разбирается довольно быстро на Т2, но рапторов я тут не ожидал увидеть, честно говоря, и вот он сразу ко мне прыгает И погнался за строителями, я продолжаю пока захватывать, сидеть, он их не догнал и полетел выискивать дальше, увидел моих скаутов Заметался туда-сюда, тут, конечно, нужна была либо вторая пачка рапторов, а я ведь играю через одну только пачку разведов и сразу же перехожу уже в Т2 Ну, как бы, вторая-то тут была не нужна, точек мало Хотя, если бы я знал, что раптор атакует, может быть, я и сделал бы их, он меня, видите, преследует, я разделяюсь, а время-то идет, точки-то не застраиваются И он полетел на сестру, видишь, что тут пытается новоматик застроить свою точку, а я в этот момент пошел застраивать точку свою И вот эта ключевая ошибка, он, видите, не догнал ни одного, ни другого, да, он немного затягивает развитие наше, но, тем не менее, не наносит никакого дамага, а время-то идет То есть его рапторы, по сути, бесполезно летают, я достраиваю пост, сразу ставлю второй Пытается разбирать строителей своими пистолетами, но это довольно бесперспективное занятие Я качаю точку сразу, он вместо того, чтобы попытаться ее разрушить, он продолжает бегать за строителями То есть у него Белла Вебера сделает две вещи, либо разрушить генераторы, так бы он точно обонялся в какой-то урон И неким было просто-напросто эти генераторы прикрыть, либо попытаться разрушить пост, чтобы я его убрал и снять точку Не дает захватить, вынужден я отступать, и вместо того, чтобы делать сейчас мне завод, я делаю капеллана Хотя, в принципе, этого не собирался делать, но это единственный мне шанс Избавиться Блатрапторов быстро и кардинально Опять тут вынужден маневрировать своими строителями, в итоге так он никого не убил Но не дает захватить, не дает захватить третью точку Тянет время, не совсем бесполезная, скажем так, была атака Здесь, с другой стороны, пытается с орком разбираться Некрон Идет борьба за реликт, за один, с другой стороны, хаос Тоже не успевает захватить, видите, моя точка расстреляла его культистов А я здесь тяну время, просто бегаю вокруг точек и качаю уже вторую И в итоге он проворонил свой момент, то есть тираж оказался вообще бесполезный по большому счету Пытается зажать скаутов Выходит капеллан И вторая точка почти тоже готова, и он сваливает, видит, что капеллан сейчас ему тут уже нас вставляет Так-то они, может быть, его и зарубили бы Если бы он продолжал бы раптор в спаме, делает он лоха, но он тоже никуда не успевает пробежать Еще и канониста по центру новоматика бежит Но если бы капеллан стоял под точкой, то рапторы бы уже ничего не сделали Вот я только сейчас захватываю третью, строю завод Энергии было очень мало, влияния тоже было мало Все было потрачено на капеллана, то, что должно было быть потрачено на глайдеры И здесь по центру пытается лох зажать канонису В итоге опять, видите, хаос допускает ошибку, он не добил здесь Хотя некрон замедлил Не добил Мека, но, правда, они добили канонису Которая застряла, а лох-то убежал Какой-то соплей хп, так что хаос тут нанес определенный дэмэдж Бегуя капелланом Замедляя лорда В надежде, что у него нет возможности репортироваться И у него эта возможность, по-моему, то ли не было, то ли он опустил просто-напросто его С-под контроля и в итоге минус тоже командир И убежал Убежал Орк Энги На самом деле, там не энги, а непроизносимый ник еще на 20 буковок Ну, а здесь хаос продолжает своими рапторами пытаться кого-то зарубить В общем-то, от них был Двойной толк, он помешал мне развиться Немного помешал И зажал канонису, в итоге она сдохла А у меня появляется первый глайдер И минус лох То есть убивая второго командира Недобитого Он тут не ожидал, походу, глайдер увидеть Думал, что у меня там все плохо И вывел пехоту Она у него была негрейженная И без лоха, естественно, она ничего не может сделать против глайдера И против Капелана И вот опять раптора Но здесь они уже бесполезны И второй у меня уже глайдер прилетает Быстро застрелил Некр Т2 переходит Антитехно ни у кого у них нет Абсолютно А я тем временем захватываю реликт Ударной мощи, конечно, против зданий у них маловато Но в целом, крайней мере, убивая строителей Не даю им построить генераторы Глайдер в основном специализируется на уничтожении именно войск Ну, их должно быть очень много, чтобы они здания разбирали Штук 5-7 Тогда, да, они могут разобрать, в принципе, там и казармы Быстро сломать и точки Посты разнести Пока отступаю к Пелану Потому что я не вижу, что-то происходит Вот в этом месте Это два гвардеец Два некр Пытается снести реликт Нормаз, потечились А! Говорит, Кхатарол Ну, нормаз потечились Мы отбили его Великолепный раш И теперь у него большие проблемы В общем, застанили мне глайдер Я бы его с удовольствием увел Но он не может просто-напросто Сдвинуть с места Потому что его, так сказать, Псайкер Тормознул И точку все-таки разбирает Ну и Лишается хаос тоже и точки В том числе Бегу я своими Разведами здесь Снимать что-то там Я не знаю Помешать кого-то Повязать может Пелан пока туда Попрежнему не пробрасываю Ибо это было довольно опасно Обратно он уже мог не убежать Если бы зажали как Вражеских командиров Делаю тем временем Еще глайдер Глайдера Буря Тут уже более такая ударная Связка Для разрушения зданий Орк Торфтеч Короче Такой умеренной течи Сестры У меня такой средний Орк глобальный По сути у него войск вообще нет Одного отряда И он строит баннеры Идет в Т3 Ну этого хватает вполне Они не могут вырваться Хаос зажат Пришлось делать рабов А все это время А у него нету Плюсточки Которые я вот уже Почти захватил И перелетаю Перепрыгиваю Быстро Вот за счет Видите мобильности Эта связка Отлично работает На Торгоруме Из-за техники Космос Потому что пехота Очень долго будет гонять Ну или делать химеру Делать Чайрину делать И делать Две пачки СМов Тоже в принципе Довольно быстро Они могут перемещаться Но самолеты все-таки С глайдером перемещаются Быстрее Игнорируя Все вот эти вот Лабиринты Стра рвется вперед Пытаясь прикрыть Лох убегает И вот в этот момент Я его пустил К сожалению Сконцелировался на точке А это осталось Добить совсем чуть Буквально один залп Тем не менее Хаос лишается Еще Одной Точки Стра сразу снимает Гвардеец пытается Прикрыть Но ничего у него нету Для этого прикрытия Вот он поставил Тяжелое вооружение Идет Некрон Своими бессмертными Его засвечивает Засвечивает Не дает толком Стрелять Ненуждены мы Отступать назад У сестры тоже пошла Техника Но Вляпывается она Видите На бессмертных И почти Два БТР Носорога Моментально разбираются Плюс видите Заблочил Здесь не случайно Поставил Скоробеев Некрон Может пролезть здесь Носорог Не знаю куда он Вообще поехал Заблочили у меня Видите самолет Еще раз Убил Кипсайкера Но тем не менее Он почти успел Улететь По моему Но Такие видите Химера достала Но Дэмэдж Хаоса был Несен Очень серьезно Он остался Вообще без точек И он остался Фактически Без энергии Он остался Вообще без ресурсов У него только Вырабатывает Главное здание И вот Не снятая Одна точка Да Сестра Вот что-то Уже куда-то Поломилась Слишком активно И в итоге Понятное дело Что Не сможет Она справиться На тяжелое вооружение Тем не менее Разносит И еще один Неприятный стан Прилетает От Псайкера В ближний бой Генеральский отряд Пытаясь его добить Пытаясь добить Еще одно Тяжелое вооружение Но в принципе Мне здесь уже Глайдеры были Не нужны Надо было Дожимать По максимуму Используя Уже был в Т3 И надо было Уже переходить На термосов И на Дредноут К поддержке Ну либо на Обычных дреддов Здесь опять же Мобильность Через Центр орбитальной Связи Надо было Делать Ну я пытаюсь Свалить Теперь уже От командного Отряда И прилетает У меня еще Один Глайдер Который уже На базе Был Пишет Трайапка Корректно перевести Что ж Что ж ты Такой Слабый игрок Хасип Интересно Кто Пишет Хасип Которол А я снимаю Еще одну точку Тем временем А орк Видите В Т3 Протечился Но он Вайска Это вообще Не делал По сути И вот он В Т3 Вышел Вот он так Недоволен Трайапка Как они разбирались С нами Сестрой И орк Еще и протечился Сделав ему Двойной сюрприз Вроде они отбились Хаоса спасли Но у хаоса Ничего нет Поэтому он даже Не может точки Своей захватить Ему не хватает Банальных ресурсов Хотя нет Он Все таки Один отряд И имеет Но он стоит Видать там Продумывает Ответы Для Трайапки После того Как тот его Унизил Просто морально Уничтожил И опустил Хотя в принципе Он мог попытаться Точку-то захватить Но толпы от этого Ему уже обстреливают Его Плод ересей Че уже Офигачит Плюс самолет Правда Вася Вася продолжает Настреливать Не может он подойти В том числе Видите и техника И Трайапки Потому что нет засвета Некор не светил А ему надо было Скоробеев-то подводить А у него Скоробеев-то Кстати говоря И не был почти свободных Он ставит второй Монолит Это довольно странная идея Когда сносит Его Союзника Толпы-то уже От этого И что-то Непонятный маневр Совершает хаос Зачем-то приехал сюда В толпу Корку и ко мне И в итоге теряет Свой последний отряд И почти лишается Шанса Изменить его В этот бою Что значит почти Вообще его лишается Так как у него нет Уже головного здания И нет ресурсов Зонарный болтер Ставит Трояпка Не знаю Зачем уже Учитывая что Все кончено Сбрасывают два дреда Поддержки Решил через них сыграть То есть терминаторы Танкуют Ну и дреды Тоже в принципе Могут принять Себя немало урона Но они неплохо Разбрасывают Войска И достаточно Тоже хорошо По зданиям Стреляют в дистанции При этом не сближаясь Скажи Негодяй Что ты сделал За игру Пишет Трояпка Ты Придурок Кому это вообще Пишет Которол Писосос Игру удали Пишет Трояпка Лучше Попку полюби Пишет Которол Пишет Написун иди Бесполезно И в итоге Не выходит Трояпка Торол Тоже Вынужден выйти Потому что Ему уничтожили Уже последнее здание Такое интеллигентное Стандартное Ваховское общение Поэтому я эту игру И не люблю В том числе И по этой причине В целом По геймплею Она конечно Отличная Но русско-говорящая Комьюнити Оно вот такое Вот в этой игре По большей части То есть Интеллигентов Вы здесь Не найдете Иностранцы Более корректны Хотя тоже Такие срачи Бывают Но гораздо Гораздо В меньшем Количестве Некр не выходит Хотя тут Смысл уже тянуть Времени Никакого нету Да Он тоже Наливает В итоге Такое сражение Получилось Довольно Занимательное Вначале Пытались прорашить Не угадал Я с развитием Надо было конечно Минимальное количество Войско-то сделалось Но кто же знал Что так Получится Здесь всегда Не угадаешь Тем не менее Выкрутился Но сестра Даже не пыталась Меня прикрыть Хаос Не сделал Вторую пачку Своих В общем Тарапторов Если бы он Сделал бы второй пак То проблем Было бы конечно Гораздо больше Ну либо Если бы он Разрушил бы генератор Проблем тоже было бы Больше на порядок Но он не сделал Ни то Ни то В итоге Урон он нанес Крайне низкий Потом вышел Капеллан Сами все видели Ну и на контратаке Он слил все свои войска Потерял в итоге Контроль над своим респом И ответной атакой От сестры И от меня уже на Т2 Он потерял по сути Свою базу Потерял свою экономику Ну гвардейст успел Выйти в Т2 Но толку то Когда у Хаоса его не было И некр тоже не успел Прикрыть А потом еще и орк прибежал И суммарно Мы добивали Можно сказать Что безоружных уже То есть раш не получился Течи не было У Хаоса Ну и там уже было 2.5 на 3 До свидания Быстрый бой Довольно таки Хотя как быстро 14 минут 43 секунды Более-менее Средний даже Для Таргорума Для 3 на 3 Хотя бывают здесь И подлиннее бои Короче Крайне редко бывают Если только кто-то ливает Итак По армии 455 у меня 250 Новоматик Энги 745 60 Ревенант Трояпка 130 И минус 30 Кхатарол По армии 39 я убиваю 25 новоматик 49 Энги 15 Ревенант Трояпка 33 9 Кхатарол Ну я говорю Пацифистский был бой Витха был крайне мало Было много возни Перемещения Экономики Но самого боя По сути почти не было 8 юнитов Я потерял 30 Новоматик 19 Энги 35 Ревенант 33 Трояпка 45 Кхатарол 6 зданий Уничтожил 3 Новоматик 12 Энги 2 Ревенант 0 Трояпка 0 Кхатарол 0 зданий Потерял Новоматик 0 2 здания Энги Потерял Это видать У него были посты На реликте Что-то там еще Возможно Агитку он там потерял Одну я что-то не заметил Но не важно Ревенант 5 7 Трояпка 9 Кхатарол 30 Размер армии Булмя 40 Новоматик 61 Энги 27 Ревенант 33 Трояпка 39 Кхатарол Ну и по ресурсам Почти 11 тысяч Я набираю 10 900 10 300 Набирает Новоматик 9 100 Набирает Энги 11 400 Набирает Ревенант 9 тысяч Трояпка 4 400 Кхатарол 200 По технологиям у меня 330 Новоматик 380 Энги 170 Ревенант 30 Трояпка 150 Кхатарол Общий счет 1 600 У меня 10 900 Почти 11 Новоматик Набирает 10 300 Энги 11 700 Ревенант 9 200 Трояпка И Кхатарол 4 500 Ну и больше 14 минут 43 секунды Как я говорил Пишите свое мнение Был ли виноват Кхатарол В этом сливе Или командная игра Была такова Что не смогли Скооперироваться Уколки были ошибки Короче все как обычно Пишем И высказываемся Надеюсь что вам понравилось Если не забывайте поставить лайк Подписывайтесь на мой канал Если еще не подписаны Вступайте в нашу группу ВК Оставляйте свои комментарии На сегодня все С вами был Крестоносец Всем удачи До новых встреч Пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok